Вы, наверное, видели, как мы тут трогаемся до фото, но зато я лично построила на 4 килограмма за это время. Шаг влево, два шага вправо, плавное движение рук. Ветераны Балаковского филиала АО «Апатит» изучают танцевальные движения. Ритм музыки ускоряется, и дамы не отстают. Следует указаниям опытного инструктора, который настраивает их на правильный темп. С возрастом мобильность ухудшается и позвоночника, и тазобедренных суставов, и стоп, и колени болят. Здесь мы даем именно правильную нагрузку, то, что позволило бы им чувствовать себя активными. В этой группе нет танцоров-профессионалов, но бывшие химики запускают такие реакции, что и опытные мастера сцены оценят. Многие ходят на тренировки постоянно. Чем больше занятий, тем лучше, говорят ветераны. Поэтому тех, кто только решает присоединиться к танцующим, встречают как старых друзей, помогают и поддерживают новичков. И это вполне объяснимо. Мы бы сами не организовались, для нас предприятие организовало. Мало того, что мы танцуем, это само по себе, а еще мы встречаемся здесь. Со всеми теми, с кем мы работали вместе, это уже положительный эффект дает. Общение и движение – это то, чего чаще всего не хватает людям, вышедшим на пенсию. И поэтому профсоюз Фосагра Балакова постоянно ищет для ветеранов что-то интересное и объединяющее. И когда поступило предложение организовать тренировки по танцам, все подумали, почему бы и нет, и поддержали эту идею. Сейчас на занятия приходят почти три десятка активных танцоров. Танцы всегда – это позитив, это движение. Это очень большое подспорье для того, чтобы наш мозг все время работал. Правая рука, левая нога – и все это вместе, все это соединить. Это очень-очень классно развивает. Каждая неделя ветеранов-химиков расписана буквально по часам. Плавание, дыхательная гимнастика, танцы, походы в музеи, поездки на экскурсии, визиты в социальные учреждения. Такой активный досуг им организует профсоюзный комитет Балаковского филиала АО «Апатит». Здесь понимают, что бывших сотрудников не бывает. Поэтому делают все для того, чтобы ветераны чувствовали заботу о себе и были уверены в том, что по-прежнему являются частью большой семьи Фосагра.